в принципе непал 2 образца 2000 2001 года был такой же как бутан чистенький комфортный аккуратный все было вот шелковисто то есть люди в совесть ли вы жили и кого придерживались определенных принципов в 2001 году здесь убили королевскую семью я вам расскажу две версии официальную и ту который мне непосредственно несколько местных рассказали официальная версия значит сын хотел выйти жениться на девушке на которой родители не давали благословения поэтому он взял два пистолета пулемета узи израильского производства и в один из вечеров зашел в комнату причем как-то странное такое сечение обстоятельств ни охраны никого пришел и всех расстрелял нет не всех он да он всех расстрелял кто был во дворце потом застрелился сам но из королевской семьи осталась одна тетя которая вот не участвовал то есть была еще одна претендентка но почему-то она летела вертолете вертолет взорвался представляете и все не осталось королевской семьи вот драма такая официальная по неофициальной версии а то что местные рассказывают их всех убили для того чтобы здесь какие-то в общем другие проекты развивать не буду вдаваться подробности какие там разные точки зрения существуют когда и хоронили весь непал вышел на улице нагнали сюда очень много войск потому что все не пальцем молча смотрели на процессию как везут их на похороны все понимали что происходит но воевать никто не мог и непонятно даже было с кем как бы знаете враг есть но кто он непонятно именно из-за того что остались еще места силы которые находятся здесь и которые буддисты поддерживают более-менее в чистоте то есть грубо говоря буддистские места еще сохранили какую-то ауру или какой-то порядок чистоту хотя тоже здесь происходит стороны вещи можно критически на некоторые вещи посмотреть но эти вещи вернее эти места они важны кстати вечером когда будете выходить вы увидите вот там на горе подсвечивается своим бунат то есть так называемая сама возникшая ступа которая якобы проявилась сама но он не сама еще да в принципе сейчас расскажу вам эту видно уже нет оттуда до подсвечивается уже но завтра или послезавтра мы с вами договоримся съездим на эту ступу обязательно в общем какая легенда катманду это говоря вернее как официальная версия как как звучит официальная версия назовите пожалуйста сама возникшая ступа вот проявилась из ничего да чудо случилось ступу нашли на самом деле нет более-менее продвинутые непальцы они говорят примерно так я про гайдов непальских что манжушри бодхисаттва знала что здесь было озеро вот мы сидим на дне озера на нами было много метров воды манжушри узнал что здесь на дне находится какая-то ступа или там цветок какой-то неважно в том а там в месте где в долина заканчивается у него был какой-то как это и звездных войн называется меч меч жидая да у него был меч жидая и он разрубил значит скалы там действительно такая трещина и якобы вся вода озера вытекла отсюда и все увидели эту ступу но есть другая более эзотерическая точка зрения которая мне кажется более адекватно помните я вам рассказывал что был будда канакамуни каракучандра кашьяпа помните вот те будды так вот по одной из версий эту ступу заложили во времена одного из буд или каракучандры или канакамуни даже не кашьяпы потому что когда был кашьяпа катманду уже в той форме существовала как вы примера сейчас это видите но прошло многие сотни тысяч лет с тех времен когда были эти татхагаты и здесь после какого-то землетрясения в долине произошел обвал и просто образовалась плотина поэтому речка которая с гор течет она постепенно этот город затопило и это ступа она была просто многие тысячи лет скрыта но была построена доступа во времена еще тех предыдущих татхагат и манжушьям просто освободил ту ступу которая была создана ступа действительно сильно энергетическим года с вами поедем у вас будет там ну сколько там час два наверно походить вокруг нее посидеть да сколько ночи мы с вами посоветуемся сколько но я бы вам советовал прийти попытаться найти какой-то уголок там и попробовать прочувствовать атмосферу отключить все отключить свои мысли именно попробовать прочувствовать ступ вот что она из себя представляет сразу могу дать наводку попробуйте почувствовать тишину вот тишину и спокойствие такой знаете незыблемое спокойствие она да да но здесь тоже акклиматизирующих вы услышите очень интересное ощущение и особую тишину соответственно да поэтому по практикуете посмотреть там единственная проблема это обезьяна обезьян очень много и они в общем бездельным бы как это сказать проказничают вот и то есть там и нельзя с едой ходить обезьяна отберут то есть любая еда которая будет у вас в руках у вас все заберут сто процентов как бы вы там не прятались и вы если это и все равно отберут потому что они на туристах там специализируются и жизни в жизнь то есть понимаете у них вообще когда они видят бананы в руке у них нет вариантов никаких они считают что это их вообще ну я вспомнил самые катя катя как ее звали катя стас как катя катя диденко да это тоже мы как-то приехали какой-то колесо лет тому назад и она села на лавочку то ли апельсин то ли банан съесть сзади аккуратно подошла макака ногой и так за животик обхватила другой рукой как бы и так просто из рук у нее забрала банан и пошла спокойно то есть так нежно забрала просто и ушла но когда маша ой когда катя на себе ощутила ее коготочка на поняла что лучше за пусть берет и идет дальше то есть это вот но я вас просто предупреждаю что на ступах очень аккуратно второй случай который был тоже с моим знакомым у него танка была в рюкзаке торчала на этом на пашу пати над хи и там лестница длинная по лестнице поднимался обезьяна спустилась по лестнице подбежала запрыгнула него танку вытащила из рюкзака и на дерево это бизнес оказывается то есть мальчики местные дрессируют специально обезьян чтобы они у туристов отбирали вещи на дереве и подходит мальчик и горит решим вопрос щит договор давайте договариваться ну и соответственно договариваться там за какую-то мзду они эту обезьяну к себе маша иди сюда маша банан соответственно хозяину дата танку отдает а 100 долларов себе в карман ну не судоров там дешевле конечно но поэтому непал непрост сразу вас предупреждаю очки до кепки да 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 ну вот видите ладно друзья насчет что еще так по катманду и по непалу в целом хорошая страна хорошие люди очень сильно похожи на русских менталитет добрый много перемешаны раз здесь много национальностей но чем дальше вы от катманду будете уезжать тем более светлые лица будете видеть то есть в сельских районах типаж лица ну практически европейский только может быть чуть-чуть смуглый хорошие продукты здесь как вот в бутане в бутане например вообще запрещена какая-либо химия или какие-то генномодифицированные вещи там все натуральное здесь в сельских районах тоже то есть можно еще найти продукты хорошие здесь великолепные яблоки в горных районах вот если в сторону мустанга поехать где джомсон и дальше туда там в горные сады яблоневые в ужасных условиях растут яблони маленькие карликовые там ветры дует потому что ущелье и там до обеда тишина а после ветер дует такой что просто жесть и местные выкладывают стенки и каменные чтобы я бы не изувало но яблоки там растут такие которые это просто райские яблоки то есть одно яблоко вы съедите и вы почувствуете просто но в таких в другом мире как в нашем мире таких не растут возможно выка поселение аура будут скоро такие расти возможно да ну а чё мантру там читают в общем йоги ходят гусениц собирают то вообще нирвана для яблочных богов я думаю у нас будет все хорошо приезжайте осенью кстати в этом году у нас должен быть большой урожай то есть прошлом году все наелись местные и нам еще хватило мы просто на язвами туда приезжали поэтому там раз в месяц приехали какой-то сорт уже закончился уже местные все съели но в этом году уже больше яблонь должно быть которые так что где-то в сентябре кто хочет приезжайте на погружение в тишину накормим вас уже нашими яблоками так что еще про непал как до тело паноропа марпа здесь точно совершенно были практиковали а подмосом баба йошу цогель вот все эти места где мы с вами будем посещать то есть все эти места вы пройдете синица вот я вас предупрежду что в пещеру тело паноропы вот принципиально не поедем группой если кому-то нужно будет нам просто расскажем возможно вы сидите там будет открыто и посмотрите если придет группа с нас на эти наркоманы которые ключ держат сто процентов потребует мзду но мы не хотим платить наркоманам деньги понимаете да ну как по шапоте над ху если идти на берегу реки там две этих да да совершенно верно вот что еще фарпинг очень хорошее место где подмосом бала практиковала но там я уже пропад массам бала вам отдельно расскажу лекцию катя может что-нибудь расскажет да бажры гини это вообще очень хорошая тема для девушек прочувствуете наверняка энергию задали вопрос сейчас какая взаимосвязь или как вообще колерию коррелируется будда шива мантра ом да такой вопрос был правильно да вообще колесо сансары нет это никак не связано колесо сансары вообще появилась но это как-нибудь потом я вам расскажу как соответственно какая взаимосвязь между шивой и буддизмом только такая что в сутрах упоминается шива его называют двумя именами бог великий свободный это титул шивы в буддизме или бог то есть вернее два или бог свободный или бог великий свободный тут 22 титула то есть в буддизме в буддизме описываются вещи которые например в индуизме вы не встретите в индуизме к сожалению часто рекомендуется следовать слепо словам гуру и как бы их выполнять у будды диаметрально противоположная концепция была он наоборот никогда никому не советовал слепо следовать каким-то догмам всегда говорил проверяйте все на собственном опыте и в буддизме в сутрах описывается разные миры разные брахмы которые создали те или иные миры а если брахма создал мир значит в этом же мире должен быть и шива и в частности если вы будете читать сутру лодца благого закона там идет перечисление разных богов будд бодхисад которые присутствовали при чтении этой сутры и в частности там тоже был великий свободный то есть шива в той или иной форме присутствовал при чтении сутры лодца благой благого закона поэтому в данном случае противоречий нет но я вам рекомендую если вы хотите разобраться что такое за энергия шивы сейчас индусы сняли уже фильм хороший точнее сериал махаде смотрели уже нет наверное но вышли обратили внимание если там посмотрели хотя бы серии 400 но я понимаю что 400 никакой нормальничек все да вы еще и живы до сих пор и слушайте вам памятник просто поставить нужно вы же наверняка заметили какой-то бредос там идет страсти они я понимаю конечно может быть и индийские продюсеры как бы от сериала растягивали на максимум но бедный шива как мне ему жаль то одно то другое то одно то другое тонны и ищет то там у нее крыша течет то то еще что то будет это беспредел какой-то что же за бог такой что поставим такие страдания или там вот это я и пытался вам донести что в принципе если так вот посмотреть на этот сериал или нет ну а что сериал сериал написан по пуранам например пошива пураном принципе придумать они конечно накрутили все но то что было с сати происходило все эти страсти все эти как называли этого дядечку который там дакши голову не как-то который праджапати голову отрубил такой вирабхадра вирабхадрасана да вот завтра утром мы с вами будем вирабхадрасану осваивать ведь это просто какой-то кошмар но получается что верховное божество которому в индуизме изо всех сил поклоняются а он в страстях по полной программе да конечно он пропагандирует освобождение от страстей но сам-то в них просто вот по шею мне его искренне зажали бедные актеры которые весят драматизм 800 серии даже не знал что их 800 а сейчас его бедолагу пригласили на этот сериал 2 а шока то есть когда вот сериал а шока знаете ну там года полтора наверное снимали маленького а шоку а потом через несколько серий он раз и превратился в этого махадева но как как все его знают махадева актер дурил еще круче ну там они добавили еще их песни пляски эти индийские то полный атас потому что то что как бы наши индусские друзья делают конечно жесть но по факту шива постоянно попадает в какие-то передряги постоянно естественно такого нет вот если рассматривать с татхагатами у них и близко такого нет у них намного более все стабильно не то что более стабильно а я даже не при не припомню ни одного казуса какого-то который бы случился с татхагатой чтобы он проявлял там какую-то эмоциональность или не сдержанность то есть там дэвадата его пришел камнем убивать камень ногу разбил или славный слава не его пустили тот же самый дэвадата или дэвадата убил какую-то абса не абсару как она называется танцуют который дамочки не абсар на небесах а в мире людей это называется ну как они называются ну то что сейчас лёгкого поведения тогда не не гейши куртизанки вот точно куртизанку какую-то секир башка сделали и закопали около недалеко от хижины будашки ему не тут же пришла типа полиция нашли и и откопали сразу сказали это значит он виноват но буда вышел говорит все дураки что ли совсем чуть чем не труп принесли еще на меня бочки какие-то катите ну и все в принципе на страсти у вернее какие-то передряги у гуды были когда он еще был молодой по факту до того как он стал буддой и был еще принцем а были какие-то сложные вещи а так как все остальное потом уже стабильно становится все это это же естественно поэтому как сравнивать боги страстей они боги страстей почитаете шива пурану или как шиву самхиту или рудра самхиту там же описывается что и поставь шивы как таковая от одной личности она может существовать только в течение двух вселенных то есть одна и потом вторая а потом что-то должно меняться и за время допустим жизни одного шивы в одной силе меняется два брахма 4 вишну и так далее ой стоп извините наоборот 2 вишну 4 брахмы соответственно двадцать восемь индр меняется верно в страстях да он намного много не для всех и согласитесь потому что не всем же нужно идти более менее спокойным путем кому то нужно таким страстным вот как индусы идут им это необходимо поэтому нельзя сказать что это как бы то же самое делайте вывод более того я вам даже скажу от мы с вячеславом недавно разговаривает он задал вопрос как быть я вот как бы их шевельну и к будиль ну и вот получается разрыв какой-то так и есть если вы а он вообще он между этого все о вообще все это растворяет то есть никаких проблем нет изначальный звук скорее всего да считается что да это звук который пронизывает все любой камень вы возьмите в частичке камней тоже должен быть он ведь в ролик есть в интернете сейчас ходит по моему юпитер если не ошибаюсь какой-то космический аппарат который пролетал он сделал я не знаю конечно не сделали ну каким-то образом сняли звук с планеты там реально у такой многоголосный ом звучит какой-то но это конечно смех у нас был автобус один раз в вокальные просто когда водитель включал по моему пятую скорость автобуса коробка скоростей начинала ом петь вы знаете это факт у нас как раз максим неча ехал он так посмотрел андрей а я думал это вы сидите поете постоянно именно пятую скорость поэтому он пронизывает поймите вы же тоже будете эволюционировать а как я думаю что никто он скорее всего существует всегда это вокруг ома возникают какие-то галлюцинации которые кто-то богами называют кто-то матери называет он как вибрация постоянное существует только в нем что-то как бы проявляется в общем брахма не факт нет потому что не он последний не он первый более того есть одно есть один текст очень любопытный ведь считается классически в индуизме что брахма создатель вишну поддержатель а шива разрушитель да на самом деле в этой вселенной брахма стал создателем чисто случайно вишну не дождался должен был на месте современного вот нашего этого брахма который эту вселенную создал должен находиться был шива то есть там история такая когда они втроем опять собрались потерли руки прочитали ом и сказали ну чё надо много душ которые хотят в материальном мире накопить опыт шива говорит слушайте их перефразирую немножко но смысл такой вы помните что было в прошлый раз вы что опять такое же хотите давайте вот я сейчас подумаю конкретно как это все сделать чтобы не было этого геморроя который у нас был в прошлой вселенной и шива ушел в медитацию глубоко в океане там это сел медитацию все сидит вишну ходили вишну с брахма ходили 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 ну когда же он выйдет уже устали ждать вишну горит брахме слушай ну чё с него взять он же благой какой бухтинат называют шик давай брахма начинать это не дождемся мы его ну брахма раз там шок тебе дохт в общем мантру прочитал все вселенная началась развиваться все животные все люди все появились на счету действо пошло через некоторое время шива появляется выходит были на не опять начали шива к ним приходит ну чё ж вы не дождали я же уже все разработал я знал как сделать так чтобы с минимальными потерями всем душам дать возможность накопить опыт не не было бы этого геморроя бесконечного что они пожирают друг друга то есть ведь понимаете вселенная ведь живет по на примитивных уровнях когда жесткие вибрации по принципу око за око это факт этот закон в примите на примитивных вибрациях именно понимаете вот чем более примитивное мышление людей тем более проявлены примитивные законы чем более возвышенные сознание душ становится именно не людей а именно душ тогда и законы появляются уже более широкие когда понятно что если око за око все будут практиковать как правильно сказал махатма как у Ганди, все бы мы были безоки и беззубые. То есть, ну просто, потому что ошибки люди совершают. Так вот, Шива вышел, значит, из медитации, пришел к ним и говорит, ну ладно, коль вы начали, тогда я стану дядей для всех живых существ. И тогда Шива придумал, точнее не то, что придумал, а он для темных веков запустил закон кармы. То есть, что это значит? Закон кармы – это не абсолютная субстанция, которая всегда есть и всегда будет. Закон кармы включается для темных веков, чтобы не начался принцип око за око, наверное. В более светлые времена закон кармы работает совсем иначе. А на уровне мира небес закон кармы, он вообще имеет другую структуру. Там нет такого жесткача, как, допустим, для более низких миров. Жгет по полной программе. Вы знаете, мне искренне жали Индру. Я каждый раз, когда сталкиваюсь, его же и в хвост, и в гриву, бедолагу. То есть, ну просто из него делают какое-то исчезие. Но я совершенно точно знаю, что Индра не такой. По буддистским писаниям, на самом деле, Индра – это защитник в некоторых случаях дхармы. Если у Индры есть корысть, точнее не корысть, а как, если он заинтересован, чтобы Будда поддерживал дхарму, он будет ему помогать. А почему так происходит? Потому что Индра, он действительно заинтересован, чтобы в этом мире, ну чаще всего Индра дурит, он на уровне мира людей. В мире богов там все нормально. Надя, он постоянно будет падать. То есть пусть лучше лежит спокойно. В мире богов там все очень просто. Они ведь, понимаете, почему его не наказывают? Вот если вы смотрели сериалы, вы же замечали, он дурит, дурит, его все грозится. Ну все, Индра, счастье, тебе там надоем. Апо, и рассосалось как-то все. Почему? Потому что закон кармы, если смотреть на него вот сугубо короткими промежутками, он кажется реальным. А если смотреть широко, вот именно на большой перспективе времени, закон кармы, он всегда постоянно меняется. Потому что, допустим, есть змея и есть лягушка. И змея сжирает лягушку. Закон кармы? Плохая змея-то, лягушку-то съела. А лягушка хотела комариков поедать, а змея ее сожрала. Ну плохо же. По закону кармы она, а та-та тебе, змея, плохо поступила. Палкой ее детки за это бьют. На самом деле, если посмотреть шире, то у змеи и у лягушки это длительный процесс передачи этого зла друг к другу. Они постоянно меняются. И есть такая точка зрения, что они не выйдут из этого ока за око, зуб за зуб до тех пор, пока не смогут расширить сознание и посмотреть шире. Вот только тогда закон кармы меняется. Вот все это поняли? Закон кармы, грубо говоря, он проявляется тогда, когда короткий промежуток или короткий отрезок времени, на котором рассматривается драма. Посмотри ты чуть шире, и все станет совсем иначе, в другом свете. И поэтому, когда вот в сериалах или в каких-то писаниях Индра отжигает, это происходит только потому, что у него есть какие-то, как вам это объяснить, принципы или концепции, почему он это делает. Есть очень хороший пример в Вишнупуранах, когда Индра убил какого-то Брахмана и из-за этого получил колоссальный геморрой. Потому что у Брахмана был сын, и сын потом из-за мести чисто Индры покорил все миры потом, вот чисто для того, чтобы отомстить. И он гонял Индру по всей вселенной потом. Но почему это произошло? Потому что Индра знал, что если бы этот Брахман достиг какой-то реализации, то, возможно, проблемы были бы еще круче, чем те, которые создал сын этого Брахмана. То есть смотря на перспективу вперед, он это понимал. А ведь поймите, у Индры есть способность, он знает мысли всех живых существ. То есть все проявленные существа, Индра знает работу сознания каждого практически. Поэтому, естественно, ему гораздо проще просчитать какие-то концепции. И более того, они будущее тоже чувствуют. Вот равносильно, как вы по запаху можете определить, хороший продукт или плохой, или ароматный цветок, или нет. Вот по запаху можете различать, да? Вот точно так же есть точка зрения, что Индра воспринимает время. И он во времени может проецировать, как события могут развиваться. Поэтому, когда его постоянно индусы унижают, ну честно вам скажу, мне их искренне жаль. Потому что Индра все-таки это авторитет. Это равносильно, знаете, хорошо, не будем называть имена, потому что, по-моему, допустим, какой-то глава какой-то страны, например. Не будем называть какой. И вот есть оппозиция, которая говорит, ой, да он там, и всячески его там поливают, да? Но они же не знают, какие бы они сами были на его месте. Многие люди не понимают, действительно, что за принятием того или иного решения настолько многоходовки глубокие существуют, что извне не понять. Ну, в общем, надеюсь, я ответил на ваш вопрос. По поводу Ом, Шивы и Буддизма. Буддизм это вообще, конечно, сейчас религия, но когда-то это было совсем иначе. Это означается, что Будда, он находится вне... Вне религии, однозначно. Вне религии, плюс вне вот этих вот миров, которые созданы для накопления материального опыта. Нет, почему? Когда он в материальный мир входит, он обрастает материальными оболочками, клешами. Он живет в страстях. Но интуитивно... Как он относится с Шивами? Никак. Так же остается, и как он был, так и остался. Нет, нет, нет. Ну, смотри, давайте вот этого Будду Шихимуни рассмотрим, который здесь относительно недалеко. Вот Непали родился в Бадгаре. Ой, извините, в Лумбине. И жил в капеловаство. Он, когда родился, стал как все. Жил как все. Имел страсти как все. До 30 лет он как прожигал жизнь, накапливал опыт. Даже ему... Стоп, извините. Это даже не его стремление было. Будда, или тогда его Сиддхарт Гаутама называли, он реализовывал то, что хотел его отец, что от него хотели его родственники. То есть от него родственники хотели, чтобы он так жил. Он прожигал, потому что так было принято в то время. Было бы странно, если бы он так как бы не прожигал. И, соответственно, когда он уже понял на интуитивном уровне, что что-то происходит не так, ну, знаете, наверное, эту историю, да? Старость, болезнь и смерть он увидел, он задумался и начал искать тогда уже лекарства от этого всего. Ну, в общем, ребят, читайте Писание, вы все поймете. Постепенно сложится. Я не хочу какие-то фанатичные или декламировать какие-то вещи, которые вот только так и никак иначе. Потому что для кого-то это будет яд. Особенно если мы эту лекцию будем выкладывать, как показывает и мой опыт, и мнение адекватных практиков, не бывает такого, что для всех людей будут воззрения одинаковые. Вот есть иллюзия, когда люди как при какой-то истине стремятся. Знаете, вот говорят, вот это вот истина, а все остальное получается ложно. Но это вот если только в плоскости смотреть, понимаете? А если вы разобьете, вот как это на самом деле на эволюционной лестнице, то получается, то, что будет истиной для одного, совсем не будет истиной для другого, и для третьего, и для четвертого. Поэтому на каждом этапе даже религиозные воззрения будут меняться, или они будут трансформироваться. Очень полезно быть, допустим, шиваитом. То есть быть искренним шиваитом, ну, какое-то количество лет, чтобы ты узнал все, вот, то есть ниши, которую сейчас шиваизм занимает, например, в Индии. Только нужно именно знакомиться вот с индусами, как они это все продвигают. Поверьте, если человек адекватный, он поймет, насколько это все порочно. Если он адекватный. Если он неадекватный, он там так и останется, и, возможно, это его путь. Постепенно переходит, как показывает опыт, там за 10 лет человек, он, ну, 3-4 направления. Если он современный, прогрессивный человек, и думает своей головой, то 3-4 направления за 10 лет он поменяет обязательно. И это в конечном итоге даст ему мудрость. Понят логика? Да. Что? Нормально. Так, например, в них бывает. Так и есть. Я просто очень сильно вот об этом задумался, что, как бы, ощущение к тебе, как будто ты изменяешь кому-то. Причем измена это, она в высоком смысле, ну, в религиозном смысле. И это как бы серьезно тебя давит. Ну, Андрей. Ладно, не буду комментировать. Это процесс роста, понимаете? То есть на одном этапе вы одно воспринимаете, потом другое, третье. Это даже развитие. А вот еще можно, если мы Индру, есть такое мнение, что Индра в христианстве – это Архангель Михаил? О, вообще за христианство даже не берусь. Там настолько все перемешано, что… Я слышала, что его соотносится к Валакитишваре, что он как бы… Индра в Валакитишваре? Индра, а Шива. Шива Валакитишвара? Нет, нет. Это Бодхисаттва? А Валакитишвара, Акшопхья, Кать, вот пять тхьяни-буд. Вот Авалакитишвара, Акшопхья, Вайрочана, Амитабха, Амагаситхи, да. Вот пять этих буты в некоторых школах их воспринимают как хозяин, не хозяинами, как сказать, ответственными за работу той или иной чакры. То есть когда вот с чакрами проблемы, то находят того или иного Бодхисаттву и пытаются с ней выстроить взаимоотношения, чтобы закрыть эту проблему. Но это, еще раз повторюсь, это вот сугубо информация такая, беспочвенная, так говорят, как я на самом деле не могу утверждать совершенно. В этом же направлении вопрос. А вот говоря об эгрегоре, вот есть эгрегор буддизма? Сто процентов. У любой религии, вот смотрите, вот мы с вами сейчас в этой поездке создали эгрегор поездки в Бутан. То есть мы его уже создали. Да, вот он существует. Мы с ребятами разговаривали, ребята говорят, вот ты знаешь, Андрей, у нас в Европе несколько человек есть, которые бы такой бы тур хотели поехать. Так отлично, собирайте, вы уже все знаете и езжайте, накапливайте опыт. Именно вам самим нужно этот опыт накапливать, понимаете? Это будет очень странно, если вы, вот у вас есть друзья, а вы их будете ко мне привозить и я с ними буду ездить. Вы не накопите опыт тогда проведения, понимаете, нет? Потому что участником быть группы – это одно, ведущим – это совсем другое. И, конечно, это очень тяжело, вернее, неправильно сказал, это намного тяжелее быть, чем участником. Но и развитие твое быстрее происходит. Монятно, так а все-таки вот про эгрегора, то есть вот то, что Слава говорит, у меня как-то это тоже близко, получается, что переходишь из одного эгрегора в другой как-то. А, верно? Да. И, кстати, можно добавлю, это очень мучительно вообще. Ты как будто вы что-то, ладно, я прокомментирую. Знаете, как это, это какая-то внутри борьба один раз, и на энергетическом уровне как будто ты, как будто у тебя что-то, часть тебя отбирает, и ты, и такое ощущение, что у тебя какие-то долги остались. И ты не помешаешься, вот это вот тебя немного разрывает, и в то же время давят люди, которые как бы осуждают, ну ладно, бог с ними, с людьми, но внутри происходит борьба. Да, Вячеслав, да, все это пройдет, ну понимаете, допустим, в прошлых жизнях у вас, давайте посмотрим, у вас 100 миллионов прошлых жизней, в разных жизнях вы практиковали разные вещи, поклонялись разным богам, в этой жизни у вас проявляются разные кармические клеши, которые вы когда-то сформировали. Вот, допустим, какой-то человек там из жизни в жизнь определенных религий придерживался, то есть не будем называть каких-то определенных, да, допускаете, ну вот у него есть взаимоотношения с этим эгрегором, да не проблема. Ну а в другой жизни у других взаимоотношений были с другим эгрегором. Вот для меня очень просто, поверьте, возможно, потому что я параллельно интересуюсь практически всем, вот мне интересуют все религии, и по чуть-чуть я это все ищу. Да, точно, четыре, которые как бы вот основные, это буддизм, индуизм, христианство, и вот, ну, меня лично, это мусульманство, суфизм, потому что это мистическое направление, оно вообще другое, оно не такое, как мусульманство вообще, оно какое-то такое, вот оно как йога. Все правильно. Ну, в общем, Вячеслав, пройдет, не переживайте, я отвечаю на ваш вопрос, вы не парьтесь, там, первые годы, там, все что угодно может быть, ведь, согласитесь, вот сколько у вас друзей, хорошо, ладно, не буду даже тему про ваших друзей развивать, в общем, если вам суждено в этом мире эволюционировать на пути йоги, то все лишнее отпадет, останется вот только суть. Так оно происходит у всех адекватных людей, если вы думающий человек, то никаких проблем не будет. Фанатиком стать, это вот да, нужно умудриться стать фанатиком в современном мире, ну, а фанатики, конечно, однобоко смотрят на реальность и все. Ну, да, есть люди, которым это необходимо. Ладно, друзья, давайте, да. Все, я понял, Маша, я перефразирую, но я думаю, что я понял ваш вопрос. То есть, возможно ли, используя простые практики, например, ту же самую Апанасати Хинайяну, не вовлекаясь во что-то сложное, достичь какого-то результата? Просто Маша в данном случае, да, 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 хоть все, что угодно. Знаете, вот терпение и труд, все перетрут. То есть, возьмите вы любую практику и начинайте, главное, систематически ее использовать. И, возможно, вы даже на ней получите определенный результат. Но, в общем, суть в том, Маша использовала слово просветление, когда вот она говорила, там, используя Апанасати Хинайяну, достичь просветления. На самом деле, это не совсем корректно. Просветлений у вас может быть много. У каждой чакры есть омрачение. Омрачение, понятно? Заблуждение. Вот просветление – это антоним заблуждения. Если вот у вас есть какой-то чакре заблуждения, что это значит? Я вам сейчас приведу пример. У меня есть одна знакомая, когда… Ладно, не буду про знакомую. Ну, просто поймите, это нелицеприятно. Давайте так. Вот, допустим, у вас есть какой-то аромат, вам нравятся духи какие-нибудь? Есть такое? Сандал какой-нибудь. Ну, допустим, вы допускаете, что сандал – это определенная привязанность на уровне запаха у вас, да? То есть, вы можете допустить, что если на уровне запаха вы будете прорабатывать свою сфатистанную чакру, у вас восприятие запахов или цены запаха будут меняться. Допускаете? Да. Значит, вот ваша привязанность к сандаловому запаху – это омрачение. А если вы сможете оцениться от него, это будет просветление. Допускаете? Если все равно будет. Ровно. Сандалом. Или не пахнется? Да. Не пахнет патологоанатомическими запахами. Я сейчас вспоминаю. Разница просто, понимаете? Существенная разница, да. У меня просто коллега был, которому все равно было. Вот он препарировал трупы, ему этот, он Кришнаит, кстати, и у него благовония были. Ему было все равно. Я ему спрашиваю, как? Он говорит, ну, знаешь, я уже привык. Да, в общем, с учетом. Отвечу на вопрос Маши. На самом деле просветлений у вас в жизни всегда много бывает. Это нормальный этап. Вы, возможно, говорили об освобождении от страстей в целом. Когда вы освобождаетесь от всех омрачений, которые есть. Это называется, например, освобождение в буддизме. И, как они еще говорят, выход там из колеса сансары. Это, да, возможно. И, в принципе, практики, которые вы сможете, или с помощью которой вы можете это достичь, они могут быть самые разные. По-моему, Валя вам рассказывала историю. По-моему, Пема Линкпа, или кто, давал какому-то практику, мантру, вернее, словосочетание, используя нецензурные слова. Друг Пакюнле, да, давал одному из нуждающихся какую-то мантру, которая состояла из нецензурных слов плюс имени Будды. И сказал, вот бери эту мантру и иди практикуй. Когда он пришел домой и начал практиковать, да, его выгнали из семьи, сказали, не в сарай практикуй, безбожник. Да он что, пошел в сарай, ему святой сказал и практиковал. И что, когда туда пришли, они увидели просто радугу вместо этого человека, хотя он использовал совершенно абсурдные вещи с точки зрения стороннего наблюдателя. Поэтому вот те практики, которые вы говорите, я вам сейчас расскажу одну историю, возможно, вы меня сможете понять. Я когда-то был наивный мальчик, который тоже думал, существуют какие-то секретные практики, которые меня 100% продвинут. Я искал, жадно получал, ездил в инициации, передачи, накопил, у меня целая тетрадь была, где было записано 22 проноявы. Я так гордился этим, я знаю 22 проноявы, и там самые крутые у меня были просто, ну, очень крутые. Но потом я в очередной раз поехал к одному из своих индийских учителей, и мне, грубо говоря, вот боги, видимо, решили создать просветление. А просветление заключалось в следующем. Хоть этот учитель, он сам практически ничего уже не передает, передают его ученики, которые там по 40 лет йогой занимаются. И я узнал, что на самом деле крутые мастера, которые входят в самадхи, они используют совершенно примитивные проноявы. Они никогда не делают ничего сложного. Они именно занимаются успокоением дыхания, они растягивают дыхание. То, что в буддизме называется апанасати хинаяна. Я ответил на ваши вопросы, Маша? То есть, если вы возьмете какую-то примитивную вещь, но будете ее аккуратно наращивать, то, конечно же, у вас будет прогресс. Более того, скажу вам даже еще такую вещь. Есть такая точка зрения, что большинство современных, современного разнообразия парноям, мантр, которые секретные, которые только на ухо передаются, они возникли из-за эгоцентризма учителей тех или иных школ, когда конкурируют те или иные школы. Поэтому они что-то свое такое мутили. Это только наши секреты. Наш гуру сказал, никому не говори. Понимаете, в чем дело? То есть, как это в бизнесе называется? Из-за конкуренции. Из-за конкуренции начали каждый новый продукт. Вот как Кока-Кола якобы с Пепси-Колой соревнуются, да? Да-да. Ну, а бурда одна и та же, только разные наклейки. Растворяют на асфальте все. Совершенно верно. Любую ржавчину что одно отъест, что другое отъест. Да, кстати, полицейский же. Например, образ, например, Этаун. Вячеслав, все что угодно делать. Как показывает опыт, мантра ОМ работает у каждого человека немножко по-своему. Я могу предположить, что возможно, в зависимости от того, какие методики у вас были в прошлых жизнях, вот какие наработки были, то в этой жизни вы интуитивно почувствуете, что нужно делать. Я в свое время наблюдал за ребятами, которые искренне и рьяно прикладывали усилия чтобы в йоге получить результат. Я, конечно, ввел статистику определенную, у кого что получается. И самое удивительное, что чаще всего результат в йоге получают смелые люди, которые не боятся выйти за те рамки, которые их поставили в определенных условиях. То есть не боятся, вот те, кто не боятся провести какой-то эксперимент самим собой, не с другими, заметьте, а именно с самим собой. То есть всегда любой гуру, он будет передавать тебе лишь часть знания. Это действительно важный момент. Если вы думаете, что любой гуру будет на себя брать ответственность, что вот там передача такая-то, и ты ее практикуешь. Нет, я допускаю, что и такие гуру есть. Но адекватные гуры будут передавать сюда часть знания, а вторую часть ты должен вытащить из своего внутреннего мира. Если ты этой практикой занимался, ты интуитивно поймешь, почему, например, при определенных парноямах нужно определенные вещи делать. То есть у тебя из внутреннего мира это выйдет, и ты, возможно, начнешь это делать. А если ты трусливый, почему трусливые, кстати, люди бывают, знаете, нет? Почему человек боится проявить какую-то инициативу? Отчасти это может сделать себе как бы больно или отчасти? Страх – это сайистанная чакра. Если человек рано садится на сексуальные утехи, он будет потом по жизни боязливый, он будет всего бояться. А люди смелые, почему, допустим, к шатрии они брахмачарю брали, чтобы не испытывать никакого страха. То есть они вот как паровоз, то есть им параллельно там страшно, не страшно, они идут. Они ничего не боятся. То есть сама техника, не техника, так сказать, само состояние или целебат, или обет брахмачаря, он сам по себе позволяет развить бесстрашие. Да, так и есть. Но не сразу. Сначала любой целебат, любая брахмачаря, ведь заметьте, нельзя, вот очень большая ошибка у современных воинов, которые потом страдают от сперматоксикоза. Они на себя накладывают определенную, как говорят христиане, епитимию, а мысли все там. То есть получается на уровне мысли они все гормоны запускают и держатся, держатся, уже пары из ушей идут, они держатся, держатся. Естественно, бред будет полный. Ну, если говорить и про женщин, например, то это, например, исключение вкусовых пристрастий тоже. Ну и про мужчин, про женщин. Это же тоже нас... Ну, с одной стороны, да, сдерживание определенное. То есть неудовольствие. То есть отрицание удовольствия. Вячеслав, давайте вернемся на нашу землю грешную, потому что мы сейчас говорим о таких возвышенных вещах, брахмачария, вкусовые пристрастия, сдерживаем. Если вы социальный человек, то хотите вы или нет, вы будете дышать тем же самым воздухом тех людей, которые вокруг вас. Многие этого не понимают. Они думают, что вот я буду жить как все, но буду святым. Ну, будет возможно к старости. Ну, у него такие горки будут. То есть он будет взлетать в своей святости, но потом так низко падать, что просто жесть. Брахмачарию все вместе хотели один вопрос задать. Не один вопрос, а несколько вопросов задать. Но не знаю ли будет вообще. Да, у нас накопились. Но серьезно накопились. Вы чуть поменьше не говорите. Я не знаю, как Маша успевает слышать. Я вас не успеваю слышать на русского. Чуть-чуть поменьше. Давайте быстрее, потом к Непалу перейдем. Задавайте скорее. Ой. Вопрос очень серьезный, конечно, не для камеры. Пусть будет. Волосы дыма везде стоят. Дождите, но мне интересно было саморазоваться. Что это? Я там читал уже про суккубов, про там вот... Инкубов ничего не помогает. Вячеслав, вы когда задаете вопрос, вы говорите, я практикующий врач. Я в день перед собой вижу 40-50 больных людей. Поэтому врачу, практикующему, с чакрами дружить практически невозможно. Если бы вы святых людей лечили, то, возможно, все было бы нормально. А так у вас страсти, да, постоянно будут. Это на самом деле не только врачей касается. Любой человек... Вот хорошо, давайте представим ситуацию. Вот есть, допустим, менеджер. И у этого менеджера, там, не знаю, штат 50 сотрудников, которые к нему в офис приходят, и которых он должен палкой гонять. Ну, не палка, я утрирую, там, стимулировать их, мотивировать к этому, к активной деятельности, например, да? Вот как вы думаете, какая жизнь у этого бедного менеджера будет? Да, какая? Несладкая. Потому что эти 50 человек на него будут смотреть, как на врага, по факту. То есть он для них будет раздражитель. Они будут на него вешать все проблемы. То есть у него, извините, там, живот болит, это Петров виноват, это он мне заставляет так много работать, ну и так далее. То есть они будут проецировать свои проблемы на этого человека. Это же крючки. Почему? Потому что менеджер, который действительно на высокой позиции, он на работу на определенном этапе ходит как на войну практически. То есть он встает неживой, он использует там уже все, что угодно. Они используют. Я вот наблюдал за ребятами, там, такие вещи использовали только чтобы работать. То есть чтобы приехать на эту гребану, на эту свою любимую работу, я хотел сказать. Потому что ничего уже на определенном этапе не мотивирует, не стимулирует ничего. Потому что вот эта карма людей, которые на тебе висят, она чувствуется уже кожей. Так ведь? Ну вот если у вас когда-либо руководили вы чем-нибудь, вы прекрасно поймете, о чем я говорю. Потому что люди, которые за тобой стоят, это очень, очень тяжело. А у вас в два раза все сложнее. То есть вы их трогаете, скорее всего, даже. Ужас. Я эволюционирую. У меня даже там... В общем, Вячеслав, давайте договоримся проще. Пока вы своей деятельностью... Я не хочу даже сказать, что она плохая. Нет, пока вы своим творчеством занимаетесь, просто поставьте себе скромные планки такие, вот реально смотрите на вещи, живите адекватно. Но рано или поздно вам это надоест, вы это отдадите другим кому-нибудь, возможно, и уже начнете заниматься больше собой. Тогда уже и задумаетесь о брахмачаре и всем такем. Поэтому ваш жизненный опыт все равно покажет. Ничего вы не сможете сделать, пока вы сильно интегрированы в социальные процессы. Все эти разговоры о брахмачаре невозможность. Только люди, выдернутые из социума, изживут практически в тепличных условиях. Переду вам пример. У меня один знакомый занимался примером той же самой деятельности, что вы. У них, пример, такая ситуация. Относительно небольшой городок. У этого городка было какое-то городообразующее предприятие. Не знаю, сколько там, десятков или сотен тысяч человек работало, не знаю. И он там был единственный врач, который лечил какими-то нетрадиционными методами. И он долечился до того, что он говорил, меня, говорит, жало так, это где-то тоже в Сибири город был, я перепробовал все, не помогало ничего. То есть меня срывало так, что просто жесть. И выход он нашел единственный. У них в 10 километрах от города было какое-то озеро, оно там сакральное. И вот он зимой в любой мороз, когда его прижимало, он 10 километров в одну сторону с топором, потому что топором нужно было лед прорубить. То есть он прорубал лед, делал себе прорубь, туда нырял, и 10 километров обратно. Только это его вставляло, чтобы дальше жить. Вы представляете? Потом он все это бросил, потому что невозможно было это выжить. А нет, он заболел. И это даже перестало помогать. То есть он в конечном итоге чем-то заболел и понял, что дальше так жить нельзя. В общем, Вячеслав, все вопросы про брахмачари, надеюсь, закончились. Ну то есть сколько там, занимайся там вечерами хоть по 3 часа, хоть по 4 часа? Пока вы в социуме, вы не выживете. Гораздо, вот смотрите, я вам скажу сейчас опасную вещь, но возможно, если у вас есть карма, вы поймете. Если уж вам и приходится удовлетворять страсти. Но как вы это будете реализовывать, честно говоря, даже не знаю. Почему я не имею права на эту тему говорить? Я вам поясню. Потому что я не имею права брать ответственность на себя за те ошибки, которые вы на этом поприще все равно совершите. Если вам по жизни суждено будет их совершить, вы их совершите. Но если вы их совершите, думая о том, что это верба мне посоветовал, гад такой, то я получу как бы определенные кармические последствия. А мне и так живется, мягко говоря, непросто. Но я вам скажу так, что любую страсть, неважно, там, брахмачария, манипура, чакра или там привязанность ваша. О, хороший пример, привязанность. Допустим, есть пара, да? Вы живете в семье. Вы же понимаете, что семья это как прачечная. Через нее пропускаются много эмоций, много страстей. То есть, ну, это как поле битвы, практически. Да, с одной стороны, там рюшечки, там цветочки, там шоколадки, наверное, какие-то. Но это когда свет горит. А когда свет выключается, прачечная включается. И страсти, они все равно прокручиваются там очень конкретные. и почему в семье допускается привязанность, потому что если не будет привязанность, разорвете друг друга. Понят логика? Да. то есть, если ты хотя бы не будешь хоть немножко привязан к этому человеку, когда он в очередной раз разобьет твой любимый стакан, или щетку поставить не туда, или свои носки бросит там не в том месте, где положено, у вас просто, чтобы волосы дымом не вставали, у вас привязанность это сгладит. Ну, допускаете, понимаете, о чем я говорю? Потому что если не будет привязанность, это будет взрыв мозга каждый раз, постоянно. Поэтому какая-то привязанность на уровне теплица, она должна быть. Более того, в йоге примеры то же самое. Все остальные чакры, если у вас хватит ума, вы сможете научиться, любую страсть пропуская через себя, во благо ее пускать. Учитесь, ищите варианты, думайте, думайте. Если вы умный человек, вы найдете результат. Вы найдете методику, как придумать не нужно. Вы должны все знать. Если вы занимаетесь йогой, если вы тем более попали, это не просто так, значит, в прошлых жизнях вы много что должны были знать. Поэтому, в принципе, все ответы, они в вас есть. Просто их нужно найти, вытащить и понять. Ведь почему человек тупеет? Почему у него голова не работает? Потому что страсти сливают энергию. Чем больше будет человек сливать страсти, тем тупее будет становиться. Допускаете? Вот хорошо, большинство из вас с высшим образованием сессии же все сдавали. Вы же прекрасно понимаете, чтобы сдать сессию, нужно забыть на некоторое время обо всем. То есть, просто выключаете все, и вы только погружаетесь во что-то. И только в этом случае можно сдать, можно продавить реальность. Если вы думаете, что вы будете по ночам на дискотеку, а там что-то днем посапывая, там что-то писать, да ничего у вас не получится. В жизни все то же самое. Чем больше страсти сливает, тем тупее будет становиться. А общество сейчас, оно на этом и построено. Как это неудивительно, но власть имущие или правители мира сего, им выгодно тупое общество. Проще разводить. Они приходят сюда сами, они принимают решение, они приходят со страданием, то есть, они в принципе... Нет, ну там не только страдание, там, конечно, и логика определенная существует. Будда может прийти только туда, где есть его кармически связанные души. Будда не может проявиться в тот мир, где он кармически ни с кем не связан. Почему? Потому что туда должен прийти тот, кто кармически связан именно с семью. Это, грубо говоря, нельзя уходить на чужую грядку. То есть, на каждой грядке должен работать тот, кто эту проблему и создал. Вот почему, допустим, в этом мире у Будды Шакимуни такая проблема, как Девадата была? Потому что это длительные взаимоотношения, которые всегда проявляются определенным образом. Причем нельзя сказать, что это плохо. Есть такая точка зрения, что Девадата — это отражение Будды по параметрам, который проявлял то негативное, которое Будда не мог сам проявить. Допустим, вот пример. Если вот кто-то... Переду вам такой пример. Посмотрите, сейчас сериал индийский есть, про Будды Шакимуни, называется, по-моему, Будда, да? Так он и называется. На нашем сервере, лежит в свободном доступе, сервер называется video.om.ru. Заходите, там есть раздел сериалы, и там много разных сериалов на развивающие темы, в частности, сериал Будда. И там рассматривается именно концепция взаимоотношения Будды и Девадаты. И есть один очень любопытный пример. Царь Аджитосатру, который, в принципе, можно назвать духовный урод, он своего отца собственного убил, причем убил изощренным образом. Для того, чтобы захватить власть, Аджитосатру его заморил голодом. Причем его жена, то есть мать Аджитосатру, она его хотела спасти. Причем как? Она натирала тело маслом и мукой посыпала себя. И закутывалась саре, и приходила как бы проведать царя, то есть отца, но ее обыскивали, ничего не находили. Но когда она приходила в камеру, она снимала саре, соскребала вот это, как это сказать, масло с мукой, тесто, да. И, грубо говоря, тестом его поддерживало таким образом, то есть подкармливало. Когда Аджитосатру это узнал, он, соответственно, запретил ей вообще приходить. И буквально умер. То есть вы представляете, это он собственного отца так убил. Представьте мировоззрение. Но тем не менее, этот человек потом стал последователем Гуды. И понимаете, в чем дело? Есть люди, вот на этом примере видно, что есть люди, которые должны сначала через такой гной пройти, чтобы выплыть из него. И должны кто-то, кто создадут этот гной им. Вот вы поняли логику? То есть если бы не было Девадаты, Аджитосарта, возможно, бы никогда не столкнулся в этой конкретной жизни с Буддой. И потом бы еще многие-многие кальпы, он бы жил там непонятно как. Потому что приход Тадхагаты в мир действительно очень редкий. Вот после последнего прошло две с половиной тысячи лет. Вдумайтесь, сколько живых существ переплатилось на этой планете, но они не могли найти учителя, который был бы всеведущий. Это очень важно. Не специалист какой-то узкой направленности, а именно всеведущий Тадхагата. Это крайне редко. Поэтому в данном случае какие-то отрицательные персонажи, которые проявляются в той или иной плоскости, они необходимы. Никогда не осуждайте никого. Особенно если вы встречаете человека, который совершает какой-то поступок с вашей точки зрения странный. Помните, я вам рассказывал про пять видов гуру? Так вот, один из типов гуру, они занимаются тем, что учат вас через свой отрицательный опыт. То есть, совершая сами что-то негативное, они вам показывают, как не надо делать, чтобы вы учились на чужих ошибках. Это практически как бодхисаттва. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, действительно, бодхисаттва приходит тогда или в тот мир, с которым у него, у этого бодхисаттва есть кармическая связь. Эгоизма. Потому что, в данном случае, эгоизм – это буддистская нирвана. Это практика начинающего уровня. почитайте, пожалуйста, сутру лотца благого закона. Там используются два термина буддисты. Это шраваки и пратика Будды. И, когда эти термины произносят, это равносильно, что оскорбление, то есть, оскорбление по отношению к тем, кто они еще шраваки, это как малые дети неразумные. Они еще эгоистичной йогой занимаются. Потому что у бодхисаттва совсем другая концепция. Более того, в той же самой Саддхарма Пундарики Сутре Будда конкретно говорит, что «Я учил только бодхисаттва». Все знания, которые давал, я давал только бодхисаттвам. А вот все его ученики, которые были вокруг него, они лишь зернышки какие-то, искорки этого учения могли понять. И Будда в принципе перевоплощался только бодхисаттвам. Потому что все остальное, это как бы вам объясняют, так растянута во времени, что шансов, что человек не уйдет опять в страсти, не будет булькать, никаких. Очень мало. Ладно, друзья, давайте, в общем, мы еще, у нас 4 дня полных с вами здесь, поэтому поговорим.